Здравствуйте! Нам нужно построить график функции f равно арифметическому, то есть положительному корню из 0,5х-1. Как нам это сделать? Мы возьмем несколько значений х из области определения функции, подставим их в функцию и вычислим соответствующее значение функции. Потом отметим точки, соединим их, и вот он график. Интересно, как он будет выглядеть? Мы берем значение х из области определения и вычисляем соответствующее значение функции. Но я не буду брать любые значения. Во-первых, я хочу, чтобы все х были целыми числами. И кроме этого, чтобы в результате и значение функции получилось целым. Поэтому нужно внимательно выбирать х. Чтобы значение функции было целым числом, вот эта часть выражения тоже должна быть целым числом. А чтобы это выражение было целым числом, нужно, чтобы подкоренное выражение было полным квадратом. Поэтому я предлагаю сделать еще одну колонку, чтобы упростить вычисления. Можно, конечно, брать любые значения х. Это может быть и 1, и 2, и 3, и т.д. Но тогда может получиться какое-то непонятное число под корнем, которое мы вряд ли сможем извлечь. В таком случае очень сложно будет отметить точки на графике. Значит, в этой колонке мы будем записывать, под чему равно подкоренное выражение 0,5х. Зачем это? Затем, что 0,5х должно быть полным квадратом. Если под корнем будет полный квадрат, то при извлечении корня квадратного мы получим целое число. Что нам и нужно. Давайте в эту колонку мы запишем полные квадраты, которые мы знаем. Начнем с нуля. Потом идет 1. 2 – это неполный квадрат. Мы берем все значения, из которых мы сможем извлечь корень квадратный, и это должно получиться целое число. Затем идет 4, 9, 16 и 25. Думаю, достаточно. Это первые 5 полных квадратов и, конечно же, 0. Корень квадратный из нуля равен 0. Это хорошее значение для 0,5х. Если же 0,5х равно вот этим значениям, то чему тогда будет равен сам х? Если 0,5х равно 0, то х тоже будет равен 0. Можно отдельно решить уравнение и убедиться в этом. Итак, 0,5х равно 0. Тогда х будет равен 0 разделить на 0,5. По сути, чтобы найти х, нам нужно число во второй колонке разделить на 0,5, или же умножить на 2. Если 0,5х равен 1, это значит, что х равен 2, правильно? 0,5 умножить на 2 равно 1, 0,5 умножить на 8 равно 4, 0,5 умножить на 18 равно 9, и 0,5 умножить на 32 равно 16, и, наконец, 0,5 умножить на 50 равно 25. Именно такие значения х мы и собираемся подставить в функцию. Напомню, что мы берем именно эти значения, чтобы легче было вычислить f , и чтобы это f было целым числом. Теперь давайте вычислим, чему равны соответствующие значения функции. Если х равен 0, то f равно корню квадратному из 0,5… сделаю побольше знак корня, чтобы все поместилось. Итак, f равно корню квадратному из 0,5 умножить на 0 и минус 1. 0,5 умножить на 0 – это 0, а 0-1 – это минус 1. А чему равна функция, когда х равен 2? f равно корню квадратному из 0,5 умножить на 2 и минус 1. Мы знаем, что эта часть выражения равна 1. Корень квадратный из 1 равен 1, а 1-1 – это 0. Идем дальше. f равно корню квадратному из 0,5 умножить на 8 минус 1. Вот эта часть, 0,5 умножить на 8, равна 4. Корень квадратный из 4 равен 2. А 2-1 – это 1. Следующее значение х. Нам нужно вычислить f . f равно корню квадратному из 0,5 умножить на 18 и минус 1. 0,5 умножить на 18 равно 9. Корень квадратный из 9 равен 3. А 3-1 – это 2. Еще два значения нам осталось вычислить. f равно корню квадратному из 0,5 умножить на 32 и минус 1. Это будет корень квадратный из 16 и минус 1. Или же 4 минус 1, а это равно 3. И, наконец, f равно корню квадратному из 0,5 умножить на 50, а это равно 5 и минус 1, а это равно 4. Ну, вот, видимо, и все. Мы взяли определенные значения х из области определения функции и вычислили соответствующее значение f . Обратите внимание, область определения этой функции не будет множеством всех действительных чисел. Область определения ограничена. Причина заключается вот в этом квадратном корне. Если в результате извлечения корня квадратного вы не хотите получить мнимое или комплексное число, если вы не знаете, что это такое, это не страшно, то под знаком корня должно быть неотрицательное число. А чтобы под корнем было неотрицательное число, нужно, чтобы и х был неотрицательным. Следовательно, 0,5х должно быть больше или равно 0. Только при этом условии мы сможем вычислить значения функции. Разделим обе части уравнения на 0,5х и получим, х должен быть больше или равен 0. Итак, мы взяли несколько значений х из области определения, в которой все числа больше или равны 0. Подставили их в функцию вместо х и вычислили значение f . Теперь мы готовы отметить точки на координатной плоскости. Давайте проведем оси. Это у нас будет ось х, а это у нас будет ось у. И давайте запишем, что у равно f . Иксы мы отмечаем на оси х, а значение f мы отметим на оси у. Давайте разобьем оси на деление. Здесь у нас будет 10, 20, 30, 40 и 50. А значения f от минус 1 до 4. Это будет минус 1, это будет 1, 2, 3 и 4. Вот сейчас мы уже готовы отметить точки на графике. Итак, когда х равен 0, то f равен минус 1. Отметим эту точку. Точка . . Вот здесь у нас будет 0, значит, 0 и минус 1. Вот здесь будет эта точка. Запишем координаты . и минус 1. Затем мы отмечаем точку . Где-то здесь будет 5, значит, вот здесь будет 2. Тогда точка с координатами . Вот она. 2 и 0. Записали, да? Следующая точка у нас 8 и 1. Вот где-то здесь будет 8, а здесь 1. Точка с координатами . Следующая точка . Когда х равен 18, f равно 2. Где-то здесь будет 18, и тогда у равен 2. 18 и 2. Вот здесь эта точка. Теперь отметим точку . 32 и 3. Вот здесь х равен 32, а f равно 3. Вот эта точка. Эта точка . И, наконец, последняя точка. Ее координаты . Вот здесь у нас 50 и 4. Вот здесь будет эта точка с координатами . Теперь можно соединить точки и посмотреть, какой график у нас получится. Это кривая, которая напоминает ветвь параболы. Важно, чтобы вы понимали, что график состоит не только из тех точек, которые мы отметили. Он состоит из всех точек, принадлежащих этой кривой. Если мы возьмем абсолютно любое значение х из области определения, не забывайте, х должен быть обязательно больше или равен 0. Т.е. любой х из этой части оси абсцисс, то, вычислив значение функции, мы получим точку, которая принадлежит кривой, т.е. графику функции. Надеюсь, все было понятно. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok